Общественная палата третьего созыва завершает свою работу. Сегодня в областной администрации состоялось заключительное 10-е пленарное заседание. Мне, во-первых, хотелось бы вас благодарить за ту огромную работу, которую вы проводили в этом третьем нашем составе нашей общественной палаты. Действительно, делаете вы очень много, потому что вы все общественники, никто вас не заставляет работать на этой работе, и вы все занимаетесь этой работой по зову сердца, по зову души. Сегодня Общественная палата – это государственный институт гражданского общества. Почему я так говорю? Потому что только данное образование народа власти имеет под собой и ведет свою работу, базируясь на федеральном государственном законе. В ходе заседания председатель Общественной палаты Наталья Юдина затронул основные моменты доклада о состоянии гражданского общества во Владимирской области в 2016 году. Во-первых, некоммерческий сектор, к сожалению, пока еще сегодня не стал полноценным участником экономической жизни. Для этого некоммерческие организации должны уметь владеть всеми методами и механизмами взаимодействия с органами власти и стать полноценными участниками этого процесса. Социально ориентированным НКО не хватает сегодня ресурсов, компетенции и общественного доверия. Сейчас продолжается набор в Общественную палату 4-го созыва. Списки из 14 кандидатов уже предоставили губернатор Светлана Орлова и законодательные собрания области. Еще 14 человек выберут путем тайного голосования. Уже известно, что 25 человек из 3-го созыва Общественной палаты продолжат работать и в 4-м. Максим Палагин, Александр Горшков, Губерния 33.